Всем привет! Меня зовут Гемоди Фридар. Я занимаюсь изготовлением музыкальных квадратных инструментов варганов уже три года. Также играю на варгане и обучаю, как извлекать из него интересные звуки. Довольно давно, лет с 15 занимался изучением таких инструментов как гитары, синтезаторы, ударные. Играл в разных проектах и в течение времени сформировался некий такой вкус, более этнической музыки и электронной. И тогда уже я создал свой проект под названием Ragustos и также второе его название Ельдар Варган, где я делаю совместно с другими этническими музыкантами. Электронную музыку совмещаем с этно-инструментами, медитативным и танцевальным стилем. Вначале я начал играть на ударных, на барабанах, потом на бас-гитаре и гитаре. И в дальнейшем в руки ко мне попал в орган. Вначале неприметный инструмент, который якобы делает одну ноту, но погружаясь в этот инструмент более глубоко, выяснилось, что он дает очень большой спектр звуков, спектр медитативных ощущений. Таким образом у человека открываются энергетические, медитативные способности, которые можно генерировать. И также можно использовать этот инструмент для релакса, для саморазвития. Ну и конечно же делать импровизации для души. И что очень интересно, этот инструмент подходит даже для тех, у кого нет слуха, потому что игра идет не по нотам, а на дыхании. Вот. И поэтому я очень вдохновился этим инструментом и начал обучать людей игре и также медитации на этом инструменте. Я купил в музыкальном магазине простенький в орган, такой самый недорогой, но, к сожалению, он не давал интересных звуков и очень быстро присытился и надоел. Но потом увидев видео одного, музыканта по имени Бион Кай, я услышал гораздо более обширные возможности в органа и решил купить себе более качественный изнижающий стали. И тогда действительно открылись возможности, открылось умение издавать разнообразные звуки, очень ярко и глубоко медитировать и еще и делать электронную музыку. Ну, этот момент можно по-разному проанализировать. Во-первых, этнические инструменты дают определенную такую простую музыку. часто она основана на какой-то одной тональности, либо на наложениях тональностей друг на друга. Например, вот дамбра, инструмент из двух струн состоящий. Там часто играют с совмещением не аккордами, а с совмещением наложения одной ноты на другую. импровизируют по-всякому. И это дает такое некое состояние медитации, когда человек погружается в однотонные звуки и таким образом расслабляется, погружается в какие-то фантазии, у него уходят проблемы. Он весь в моменте здесь и сейчас. И чем хороши эти инструменты? Опять-таки то, что они подходят для всех типов людей в плане музыкального слуха. Они очень просты в освоении и таким образом можно очень классно отдыхать, импровизировать и, соответственно, медитировать. А при медитации происходит такое глубинное осознание себя, что человек именно познает себя. Ничто ему не мешает, никакой информационный мусор. Таким образом человек находит истинное предназначение, возможно, какие-то новые креативные идеи. Поэтому в данном случае эти инструменты, мне кажется, это будущее нашего мира, так как люди как раз-таки в нашем мире очень много работают и очень мало прислушиваются к себе. Так что всем советую услышать себя, познать себя. Ну да, вот я сказал, что этические инструменты – это будущее в плане того, что сейчас идет очень мощное возрождение этих инструментов. И очень много звукотерапевтов используют, например, ритмы инструменты в лечении людей. Очень много мастеров сейчас появилось, которые делают музыкальные инструменты. Причем качество с каждым днем растет. А, соответственно, качество звука и качество времяпровождения с этими инструментами тоже растет. Вот поэтому очень хорошо то, что это все развивается. Мы входим сейчас в такую эпоху, когда немножко соревнуются хай-тек и что-то такое живое, древнее. И я думаю, мы придем, все люди придут к балансу в любом случае. Что могу сказать про современную музыку? Вообще она очень разная. Сейчас можно, если покопаться, можно услышать очень много разных многообразий стилей, направлений, смешений. Вот, но по радио, по телевизору показывают как бы определенные только одни стили. Это, конечно, не очень хорошо. То, что, получается, навязываются некоторые стили, да, там, дип-хаус, там, поп-культуру, либо рэп. Там определенные присутствуют тренды и все друг друга копируют. Это, конечно, не очень хорошо. Поэтому я всем музыкантам советую не идти за трендами, а слушать свое сердце и стараться продвигать свою музыку. И тогда, я думаю, все получится. Потому что вот мы, например, тоже не идем за трендами, мы делаем то, что от сердца. Например, сейчас мы делаем смешение электронной и этнической музыки, в том числе добавляем татарские мотивы с баяном, с кураем, с дамброй, с варганом. И все это всегда неожиданно. Всегда каждый трек получается неповторимым, интересным. Вот, поэтому это очень интересно экспериментировать и не бояться делать что-то новое, что-то необычное. Поэтому я всем советую музыкантам делать именно так. Ну, вообще, конечно, при этом надо послушать свое сердце, надо послушать звук. Если звук инструмента нравится, то надо попробовать на нем поиграть. Можно посмотреть видео уроки. Обычно в интернете полно на каждый инструмент видео уроков. И это поможет в освоении. Ну, и также вдохновиться разными музыкантами того инструмента, который хочется приобрести. Может с кем-то пообщаться. Ну, и пробовать, пробовать. Даже можно, естественно, пробовать не один инструмент, а много. А я вот, например, на разных играю, периодически меняю. Не таким образом по настроению все меняется, все в динамике и не застаивается. Почему именно у нас? Ну, вообще, можно, конечно, покупать у разных мастеров или магазинов. Решать вам. Я просто скажу свои плюсы. То, что наша мастерская уже работает более трех лет. Мы делаем варганы очень качественные, очень мощные. из самого такого качественного материала, который дает очень яркий звук и очень яркие медитативные ощущения. Поэтому наши варганы обычно не присыщаются, а только раскрываются, раскрываются с каждым днем. На них играть очень интересно. Вот. И также я стараюсь вести всякую поддержку, выставляя видеоуроки, давая людям биты, под которыми можно играть, делая различные челленджи, конкурсы, которые также подогревают интерес. И всегда рад помочь, если какие-то есть вопросы у человека. Вот поэтому приглашаю всех в нашу мастерскую, на наш сайт или на инстаграм посмотреть наши инструменты. Всем спасибо за внимание, играйте на этноинструментах, развивайтесь, занимайтесь духовными и оздоровительными практиками и будет все круто.